А всем привет! Мы сегодня едем в город Манхайм. Мы встретимся там с братом моего мужа. У них это традиция. Они встречаются всегда перед Рождеством на рождественской ярмарке. А также по плану у нас шоппинг. Мы пойдем, пройдемся по разнообразным магазинам. Может быть, что-то купим себе интересное. В Германии сейчас плюс 13 градусов, светит солнце, погода просто замечательная. Такое ощущение, что весна. Вот так вот проходит зима в Германии на контрастах. То плюс 3, минус 1 и дует сильный ветер, то тепло и светит солнце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для детей здесь все сделали красивее, интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это как в последний день в школе. Как ты сказал? В последний день в школе. В последний день в школе? Да, я не знаю. Какие запахи бесподобные просто. Я не любитель колбасок и сосис, поэтому мы доказали себе греческую запеченную картошечку в мундирах. И к ней прилагаются соус и красная рыба. Красота! И как же без линвайна к этому всему. Я выпила грамм 100 гритвейна, уже немного помутнение в голове. Тот, кто пьет постоянно, регулярно, тот не так быстро пьянеет. Пьем в магазин обуви. Крутые туфли, такие необычные. 200 евро стоит. Вот тоже интересная модель. С резным таким каблуком. 150 евро. Кроссовки тоже классные. 200 евро. Я всегда хвалила обувь в Германии. Обувь очень отличная, хорошего качества, не то что одежда. Вот тоже модель интересная. 100 евро стоит. Какие кудлады. Цена им тоже 200 евро. Немного гламурные, немного оригинальные. Такие вот сапоги стоят 100 евро. Балеточки тоже интересные. Стоили 200 евро, а сейчас цена им 80 евро. Неплохо. Красивые, но неудобные. Только что померила нога как в головке. В последнее время мне полюбилась обувь фирмы Пауэль Грин. Убовь спортивная, преимущественно. Но есть и классическая. Очень хорошего качества и интересные модели. Вот такие лоферы стоят 100 евро. Сколько я свитерков кашемировых набрала. 100% кашемир. Штук 10$ я взяла померить. Стоят 50 евро. Не могу решить, какой из двух цветов лучше. Этот. Этот, конечно, благородный цвет классический. Или вот этот цвет. Не знаю, какой лучше купить. Хоть монетку кидай. Сейчас монетка все решит. Так, если у нас выпадет цифра, то тогда вишневая. Если у нас выпадет... Как это? Цаль. Копф. Если у нас выпадет копф, тогда голубая. Подкидывай. Цаль. Окей. А сейчас мы идем в этот итальянский ресторан. Мой муж считает, что итальянская еда вкуснее немецкой. Очень красиво они украсили ресторан к празднику. И дизайн самого ресторана очень необычный. Но сегодня очень много людей, поэтому очень шумно и немного душновато. очень вкусно и вкусно, так счастливее. Принесли мою порцию макароны с кабачками и гребетками. А что там, давай пробуем? Да. А что там, давай? Диана. Принесли мою порцию макароны с кабачками и с гребетками. а здесь возле ресторана висят фото постоянных клиентов даже они запечатлели много лет тому назад андре с его бывшей женой мне очень понравилась атмосфера предрождественского манхайма все украшено у всех предпраздничное настроение все что-то покупают в магазинах это суета мы сейчас идем в институт и художественный музей имени штеделя пригласительный билет дали моему мужу на работе совершенно бесплатно но сегодня вход в этот музей стоит 14 евро штеделевский художественный институт это два в одном школа искусств и художественный музей с богатым фондом работ от мировых классиков здание музея сильно пострадала после второй мировой войны и было отстроено в 1966 году по проекту йоханнеса крана известного франкфуртского архитектора качество и количество впечатляют собраниях музея 3000 полотен от средних веков до современности тысяча из которых постоянно экспонируется более 100 тысяч рисунков и гравюр в графическом собрании 4000 фотографий 600 скульптур и 115 тысяч книг в 2015 году музей отмечает свой 200-летний юбилей музей штеделя является одним из главных музеев изобразительного искусства в германии его фирменный знак высококлассные выставки в 2015 году все рекорды по посещаемости бьет экспозиция моне и рождение импрессионизма музей существует за счет пожертвований спонсорских денег и прежде всего благодаря деятельности фонда во франкфурте финансовой столице европы это очень распространенная модель ведь изначально многие институты и культуры вроде музея зенкенберга или университета имени иоганна гёте были учреждены гражданами города случае штеделя таким учредителем стал франкфуртский банкир и купец иоганн фридрих штедель который пол жизни занимался коллекционирование произведений искусства в своем завещании составленном в 1815 году этот миллионер объявила создание фонда штеделевский художественный институт который был бы открыт для посещения публики а а Иоганн Фридрихштер Штедель мечтал не только о приобретении шедевров старых мастеров, но и о поддержке молодого поколения художников. Его мечта сбылась. Школа Штеделя – это старейшая государственная академия изобразительных искусств, в которой учатся студенты со всего мира. Более 60% студентов – иностранцы. Они приезжают во Франкфурт, чтобы изучать архитектуру, живопись или мастерство кураторства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Под руководством директора Макса Халяйна реализуется образовательный проект по расширению интернет-портала музея. Параллельно с реальным физическим посещением музея с марта 2015 года можно совершенно бесплатно пройтись по виртуальной галерее. Главное новшество портала – цифровая экспозиция, знакомящая с произведениями из собраний Штеделя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok